Наглядальная комиссия у Гомельской области просует с 2010 года, а по эффективности их деятельности можно мерковать по таких лечбах. За минулый час койкость пожара в приватном секторе изменчилась, а малю двоя. Прикладно настолько же снизилась и койкость людей, которые загинули подчас у сгорания. 78-годовая ветковчанка Мария Баранова членом наглядальной комиссии на лес не скарзится, хоть и живи одна. Дятей нема, а муж помёр. Кажется, что по куля бы ходится навод без допомоги социального работника. Правда, покидать пенсионерку по заувагой социальных службов поведцы не спешаются. Тем больше, что как минимум одной ночи визит наглядальной комиссии уже дозволил попередить несчастный выпадок. За час эксплуатации электропроводка пришла у таких стан, что пожар мог отбыться у любую хвилину. Абтым, что еще шмат кому потребна допомога державы, члены наглядальной комиссии пераконываются у хате пенсионерки Тамары Петровны. Почас апочного наведывания, кажуть, пришлось навод нарад милиции выкликать. Так, не вельми гостинно, сустракал комиссию сын жанчины. На гэтый раз его дома нема, але и зараз пенсионерка всю правду об своем жите рассказывать не мгнецца. Хоть в вынеку и признается, жить в этом доме уже нема сил и сгодное посядиться в интернате. Одинная проблема – у жанчины нема никакой прописки. В Ветковском районе, где значная частка пересяденцев потерпелых территорий – это не одинная заява. Але конкретно с этим выпадком у Центры социального обслугования населенства обицаюць разобраться. Она обратилась сама по поводу оформления ее в дом-интернат, либо в отделение круглосуточного пребывания. Но так как она без прописки, мы поднялись этот вопрос, занимаемся ее пропиской, чтобы ее куда-то прописать. И как только мы ее пропишем, пройдем медицинскую комиссию, и мы ее оформим в дом-интернат. Либо в отделение круглосуточного пребывания в Пресно, как она пожелает. Головная задача наглядальных комиссий – допомогать людям вырешить их реальные проблемы. Правда, не все реагуют на такое мкнение становча, и разговаривать категорично отмываются, и в дом могут не пустить. Хоть по всех параметрах семья явно проблемная. Ветковчанка Алена Рыгоровна до их лику не относится. Хоть убаченная, выкликая неоднозначные думки. С одного боку – сучастная бытовая техника, с другого – беспорадок у дворы и у хати. Постоянного заробку даряча у этой семьи нема. А вот приклады курения у помешка не присутничают, что может привести до пожара. На выправление ситуации местным службам дается месяц. Причем, когда некие проблемы нельзя выржить в районе, теперь можно огучить их на областном узровне. Чтобы потом на областном уровне со всеми руководителями областных субъектов профилактики вырабатывать решения для того, чтобы решать их на местах. Я думаю, этот новый виток в деятельности смотровых комиссий в оценке каждого субъекта профилактики в реализации своих обязанностей позволит еще больше предупреждать и ликвидировать те угрозы, которые могут привести к трагедии. Выники рейду подводятся на Нараде с уделом керавництва областного управления МНС. Миновитая гэтая структура теперь будет кардиновать деятельность наглядальных комиссий. До речи, после Ветковского района комплексные анализы их работы будут проведены о Добрском, Браинском и Будокошалевском районах, где все это означено, хоть и незначено, але все-таки рост пожаров у приватном секторе. Олег Синтеров, Игорь Марышенко, Телли, Радо и компания Гомель, Зветки.